На Хортице царит культурная аура. В этом уверено руководство национального заповедника. Ведь с давних пор на острове терпали вдохновение поэты, художники и композиторы. Колобели казацкого края они посвящали свои картины, стихотворения и песни. Теперь культурную традицию продолжают запорожские школьники. На что ребят вдохновила легендарная Хортица, узнавала Виктория Печерская. 20 лет назад заповедник Хортица первым в Украине получил статус национального. Знаменательную дату в музее решили отметить конкурсом для талантливых детей. С января ребята удивляли жюри своим творчеством. Фантазию школьников никто и ничто не ограничивало. Юные таланты делали фотографии острова, посвящали Хортице стихи, песни, рассказы и даже мультфильмы. Что очень важно, все эти лучшие работы, сборник будет представлен, выложен на двух сайтах. Он будет выложен на сайте национального заповедника Хортица и на сайте нашего областного центра. То есть станет достоянием уже всех и участников, и просто читателей сайтов. Поскольку вы знаете, вот читаешь стихотворения, и вот иногда даже не верится, что написали это школьники. Вот настолько проникновенно. Патриотичное выхование, любовь до своего края, до окружающего природного средства, до истории и культуры – это один из приоритетов заповедника. И, безумовно, когда такие дети, талантливые, присвящаются своей работой, первой, очень часто работой в жизни Хортицы – это очень приятно и очень важно для нас. Школьница Ольга посвятила Хортице песню. Музыку и стихи написала сама. На острове бывает очень часто. Говорит, здешняя природа так и вдохновляет творить. В этой песне я рассказываю о том, что природу надо беречь и ценить. Мне очень нравятся тут скалы, река, тут очень такой красивый пейзаж. После награждения ребят пригласили в самое сердце Хортицы – Запорожскую сечь. Школьница Аня из Мелитополя на легендарном острове впервые и не скрывает восторга. Вживую увидела казаков. Я думаю, это будет еще одним поводом написать стих. Я пишу эту, как бы сказать, сценку, это представление казаков. Думаю, напишу неплохой стих. Вообще без ума от природы. Там эти все дома, эти все здания, все снаряжения, все оружие – все напоминает о старых временах. И иногда хочется вернуться в те времена, почувствовать то, что было раньше. Вернуться на Хортицу и снова прикоснуться к истории лауреаты конкурса смогут уже вместе со всей семьей. В качестве призов получили билеты в заповедник для себя и родителей. Но главное, считают организаторы конкурса, что ребята будут бережнее относиться к природе и с интересом изучать историю родного края. Ведь Хортица еще никого и никогда не оставляла равнодушным.